Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и у нас сегодня обзор Гран-при Китая, который прошел на прошлой неделе. Квалификацию можете посмотреть по ссылочке в правом верхнем углу. Она была в прямом эфире, если кому интересно. Ну а кто не хочет смотреть или кто посмотрел, просто хочет вспомнить это все дело, то сегодня у нас обзор на квалификацию и гонку. В общем-то, поехали! Перед квалификацией, мы, собственно, перед всем этапом, перед китайским, мы столкнулись с проблемой, что у нас износ двигателя уже был большой. А также довольно-таки большой износ коробки передач. Для тех, кто не знает, по регламенту Формула-1 на сезон доступно всего лишь без штрафов 3 силовых установки. Точнее, 3 там основных компонента и 2 еще по электронике и, по-моему, по батареям. Точно не помню, какой именно. А также по регламенту 1 коробка передач должна прожить 6 гонок. Следующая замена, если она не переживает 6 гонок, то на старте штрафуется на 5 мест. Если же ты берешь лишний двигатель, который у тебя уже потом сверх нормы, это тоже все дело наказывается штрафами на стартовые решетки, но до этого мы еще дойдем. Пока что у нас есть 3 двигателя и, в общем-то, так как у нас был большой износ, было решено заменить это все дело. Потому что в Китае есть длиннющая, прямая, мощность двигателя нам важна. Мы планировали бороться за высокие места, а вот износ коробки оставлял желать лучшего и, в общем-то, рискнули. Рискнули просто поехать на этой уже подуставшей коробке и получать штрафы на следующую гонку. Перед стартом гран-при нам было также предложено проехать испытания контрольной точки. Я раньше в карьерах очень сильно не любил все эти испытания, гонки по приглашениям так называемые. Но здесь за них платят деньги, деньги нам нужны, нужно проехать на старом болиде, каком-нибудь легендарном. В данном случае нам выдавали Red Bull 2010 года, на котором Себастьян Феттель в свое время стал чемпионом. И нужно было по трассе в Голландии проехать это самое испытание. Смысл испытания был проезжать контрольной точки, в каждой контрольной точке тебе давалось лишнее время. Точнее, таймер у тебя постоянно падал, и он по проходу контрольной точки, и он там тебе что-то накидывал. И, соответственно, нужно было проехать 7 километров 800 метров, то есть почти два круга. Сбегая вперед, скажу, что трассу эту я на тот момент вообще не знал от слова совсем, потому что она, скажем так, новая в этой игре. Ну и плюс еще эти самые болиды, которые старые, они неуправляемые. Там чуть только газюльку в пол даешь, и все, задницу сносит, и ты летишь в стену. Поэтому это испытание, я считаю, было довольно-таки сложным для неподготовленного меня. И, соответственно, с первого раза его выполнить мне, ой, какой заносик-то красивый вообще получается. Соответственно, с первого раза ее выполнить мне не удалось, потому что я вот на таких вот моментах очень много времени терял. Плюс здесь есть внутренние поребрики, с наездом на которые тебя просто сразу же сносят. Их вообще нельзя касаться, этих поребриков. Они меня на этой трассе бесят. И, кстати, у нас следующий гран-при будет именно на этой трассе. Поэтому я уже его вовсю тренирую между делом, и, ну, вроде что-то уже более-менее получается. Но с первого раза я все это дело не прошел. В очередной раз я заехал на этот самый внутренний поребрик, пытаясь его как-то атаковать. И, в общем-то, это был рестарт. Но с второй попытки вроде как удалось все это сделать. Цель достигнута. Мы получаем репутацию, мы получаем немножко денежков. И все у нас хорошо, мы можем смело переходить к практикам. К практикам гран-при Китая. На практике, кстати, мы не ставили себе элементы силовой установки. И начали мы на харде проходить стратегию гонки. И первые три круга оказались неудачны. В общем-то, не на фиолетовые, скажем так, результат. Мы это все сделали, бонусные ресурсы нам не дали. Поэтому было решение забить на все это дело на харде. И в гонке на харде не выезжать вообще, потому что он трассу не держит. Программа по контролю резины была выполнена вообще легко. То есть, наша машина или настройки к машине были удачно подобраны. Она замечательно держала дорогу на медиуме. И шины изнашивались достаточно гуманно. После этого мы решили поехать еще на одну попытку пройти освоение трассы. Проехать через эти воротцы. И со второго круга уже получилось выполнить на фиолетовый результат. Медиум намного лучше держит трассу. В принципе, на медиуме можно ехать. И практически все повороты были пройдены идеально. Но воротцы просто стоят не там, где хотелось бы. Далее мы поехали выполнять программу на экономию топлива. Первым кругом я просто проехал боевой круг. Именно в боевом обычном гоночном темпе. В котором я собирался ехать именно гонку. Посмотреть, как ведет себя топливо. Экономится оно или очень сильный расход получается. Оказалось, что оно даже немножко экономится. Почему я был искренне рад. Плюс большой запас по времени у нас был. И соответственно, со второго круга вообще не напрягаясь. Я выполнил эту программу на фиолетовый результат в очередной раз. Опять-таки оставив большой запас времени позади. Программа по экономии ЕРС. Это вообще отдельная история. Вообще не пользуясь этим самым ЕРС. Мне удалось побить в установленное время. То есть, в общем-то, это бесполезная программа. И не знаю даже зачем я вам об этом рассказываю. Куликационный темп мы тоже выполнили. Причем с заделом на будущее. Там нам предрекали 17-ю позицию. Но как-то я не склонен вообще этому доверять. А вот стратегия на гонку это самая интересная программа. И самая полезная, которая вообще здесь существует. Результаты вы видите на своих экранах. Мы и на медиуме, и на софте ее проходили. И в общем-то, результаты многообещающие. То есть, топливо у нас экономится. Шины расходуются довольно-таки гуманно. Так что, в общем-то, я считаю, что практики у нас прошли довольно-таки успешно. Мы, соответственно, переходим к квалификации. После практик к нам, кстати, подошла Клэр. Клэр, репортерша такая миленькая. И она обычно задает албанские вопросы всякие. Но на этот раз она спросила, кого же мы считаем своим соперником на будущее. Из всех четырех вариантов, в принципе, мы всех их обходим в гонках. По крайней мере, в последних. Поэтому я выбрал того, кто принесет больше очков репутации за победу над ним. И, соответственно, нашим соперником стал Ромка Грожан. Плюс там еще были другие албанские вопросы. Но это неинтересно. Перед квалификацией мы уже заменили элементы силовой установки. Те, которые вот здесь вот по три на сезон. Те, которые по две, они еще не так сильно изношены. И, соответственно, их можно пока не менять. Они еще пару гонок переживут. Но чтобы у нас была вся мощность Хонды, мы заменили все это дело. Это все без штрафов. Коробку мы решили оставить. Мы посчитали, что у нее 66%. И она должна пережить еще один этап и не сдохнуть. И первой новостью в квалификации, точнее, вообще, мы знали уже заранее, еще на свободных заездах. Но самым главным камнем преткновения в этой квалификации была погода. Во втором сегменте, точнее, к концу второго сегмента, обещали дождик. В дождь я не практиковался. И, ну, в общем-то, это мои половые трудности, что называется. В общем-то, из первого сегмента мы выехать вроде как собирались без особых проблем. А вот во втором уже было, наверное, тяжело. После первого сегмента мы занимали девятую строчку, то есть попали в топ-16, что было самое главное. Но девятый результат говорил о том, что мы можем побороться за выход в третий сегмент. В первом у нас была одна попытка, то есть мы сэкономили комплект шин. А вот во втором сегменте мы уже выехали прямо в дождь. Никому не удалось поставить сухой круг. И так как это был самый быстрый круг в этой самой квалификации, то я предлагаю вам его полностью посмотреть, как это было на стриме. Вальсируем. Причем я в Питере эту фразу и слышал, кстати. Ну, ну тогда. Сидели какие-то чуваки на фонтанке, бухали ночью. То есть вместо пляшем, бречь, вальсируем. Ну, это самое, безразлично вальсируем. Было от них. Ну, смысл-то тот же. Да, смысл-то тот же, да. Так, первая попытка, я тебе уже скажу, не удалась. Да, я вижу. О-о-о, бяда. Что, на дождевые переобуваться поеду? Да нет, смысла нет. На дождевые будешь медленнее. Тут как бы... Этот самый... Инженер, который... Джефф. Он в шинах шарит. Ну, ок. Ну, в плане дождевых и недождевых. В гонке, вот в тот момент, когда он говорит переобуваться, это самое время переобуваться. Угу. То есть он такой компьютерный баттон, да? Ну, да. Может, он что-то знает, чего другие не знают. Ах, не съезжал бы ты с сухого места. Да я вот тоже об этом подумал. Хамилтон на 3 секунды быстрее Квята проехал. Сраный робот. А мы, к сожалению, кроме того, что были медленнее Хамилтона, так оказались еще медленнее Квята и еще много кого медленнее. Да, собственно, там были такие катастрофические ошибки, на которых можно было бы время отыграть. Но под конец второго сегмента мы решили выехать еще, поставить свежий комплект шин, свежие промежуточные шины и поставить круг на свежих шинах. Но, увы, дождь продолжал идти, трасса только намокала и, соответственно, как вы видите по дельте, быстрее ехать не получалось от слова совсем. А компьютерные боты, остальные наши соперники, они даже не стали просто выезжать на трассу в таких погодных условиях, потому что быстрее ты не проедешь никак. Это физически невозможно. В итоге эту квалификацию, несмотря на то, что, по сути дела, у меня есть темп в Китае, я действительно на нем лучше езжу, чем там во Вьетнаме, например. А во Вьетнаме мы боролись там за седьмое место, условно, если бы, конечно, не стены. То хотелось, конечно же, в Китае побороться за более высокие места, но, увы, мы заканчиваем на 13-й позиции квалификацию с другой стороны. Мы планировали квалифицироваться 11-ми, чтобы у нас был выбор шин, потому что те, кто проходит в третий сегмент, ну, если, конечно, квалификация идет по суху, те стартуют на том комплекте, на котором они в этот третий сегмент и вышли. В общем-то, результат, не сказать, что прям сильно хороший, но и не настолько плохой, так что сильно расстраиваться мы не стали. И теперь, друзья, мы переходим к гонке. Гонка у нас проходит в хорошую погоду, слава богу. Никакого дождя не ожидается. Немножко пасмурно там собирается быть под конец заезда, но это ничего страшного. Эту гонку мы ехали, друзья, на стриме, и поэтому в полном ее варианте вы можете тоже вот справа сейчас еще одна подсказочка выскочит, и вы можете посмотреть эту гонку целиком. Как по мне, она была относительно интересненькой. Как показала практика, которую я проходил сам для себя перед гонкой, когда я катался именно полной дистанцией на разных машинках, начиная от Вильямса и заканчивая Рэдбулом, практика, в общем-то, показывала, что темп есть, выход напрямую на вот эту вот гигантскую длиннющую прямую у меня получался намного лучше, чем во Вьетнаме, следовательно, можно было там как-то атаковать, проходить соперников, и в итоге мы рассчитывали занять седьмое место на финише. Но по сравнению с квалификацией, на стартовой решетке, так или иначе, из-за штрафов произошли некоторые изменения. Первый ряд занимали Мерседесы, и хрен с ним, пускай летят вперед. На втором ряду был Ферстаппен и Леклер, на третьем ряду был Албан и Рикьярдо, Фетеля, Феррари нету. А знаете почему? А потому что Фетель откатился на 14-ю позицию из-за замен каких-то элементов, а значит мы пододвигаемся на одну строчку выше, и стартовать будем с 12-го места. И в общем-то у нас по сути дела есть шанс побороться даже за шестое место, если мы конечно сумеем сдержать Фетеля. Смешно звучит, не правда ли? А так как квалификация была дождевая, и мы проехали по сути дела только один круг на софте, в первом сегменте, у нас осталось туего куча комплектов шин, мы решили использовать самую мягкую стратегию с тремя пидстопами. Проехать на 4-х комплектах, как это в прошлой гонке, делало большинство наших соперников, которые нас всю гонку андеркатили, мы в общем-то решили по их плану же проехать эту гонку. Износ не сильный, то есть план был таков, что мы всю гонку едем на свежих шинах, максимально атакуем, максимально выкладываемся, и на протяжении всей дистанции мы едем быстрее, чем наши соперники. Поэтому по 11 кругов мы едем на софте, и последние 23 круга едем на медиуме, на более жестком, когда машина уже будет полегче, вроде как это должно было сработать. Ну и друзья, самое веселое, старт гонки, который нужно не всрать, это всегда очень тяжело, еще не было ни одного старта, который я по сути дела не всрал бы, но здесь мне удалось кое-как быстро оттолкнуться, как-то пройти к вято, и здесь пришлось залетать на внешнюю сторону этой самой улитки, но здесь соперники ехали довольно-таки медленно, и по сути дела я даже на старте отыграл позицию по отношению к гасли, правда он потом все равно меня дальше прошел, и сзади меня разумеется сразу же начал прессинговать Себастьян Феттель на Феррари. Да, я уже говорил о том, что смешно это звучит, мы будем сдерживать Феррари. Феттель разумеется собирался прорываться, потому что машина у него намного быстрее, чем у нас, но подъезжая к нашей любимой прямой, мы ее очень сильно будем любить в течение всей этой гонки, у меня, как я уже говорил, лучше чем у ботов получается выход, а плюс еще прожав все кнопочки, обогащеночку подрубив, ЕРСик удается пройти Феттеля и даже Гасли в придачу, и в итоге у нас плюс 2 позиции, вот так вот прям со старта, прям сходу, накатывая дальше на Квята, он очень рано начал тормозить из-за трафика, это понятно, я в общем-то не успел, мне пришлось двинуться немножко вправо на внутреннюю, и это даже было похоже на попытку атаки, но это не было попыткой атаки, в меня повернул Гасли, скорее всего он даже себе повредил что-то, мне дали за это предупреждение, хотя он в меня повернул по сути дела, так что я не согласен с этим предупреждением, да и хрен с ним, кого это волнует. Позади идущему Феттелю явно не нравился темп, в котором я еду, пытаясь догнать Пелетон, потому что я от него немножко отстал из-за контакта с Гасли, из-за той борьбы, из-за того выхода, и Феттель пытался атаковать меня везде, где только можно, правда ничего у него толком не получалось, и я понимал, что нужно ехать догонять Квята и проходить его, чтобы огородить себя от Феттеля, потому что он на самой быстрой машине, среди вот этой вот всей средней группы он хочет победить в этой гонке, он прорывается вперед как резанный, надо догонять Квята и обгонять его, как можно скорее. И подобраться на дистанцию атаки Квяту мне удалось уже на четвертом круге, было правда одно но, он тоже находился в слепстриме Атакона, у него тоже был ДРС как у нас, но выход опять-таки все зарешал просто выход, плюс опять-таки все прожатые кнопочки, и мы понеслись его атаковать на этой длиннющей прямой, а Квят в свою очередь полез атаковать Акона, из-за этого Акон как-то очень нездорово крылся, из-за чего Квят замедлился, и мы сумели его пройти по внешней траектории, спасибо Форточкину за это. Заехав уже в очковую зону, следующей нашей целью был Эстебан Акон, в принципе с ним все было довольно-таки просто, у него не было крыла, у него не было слепстрима, у нас было крыло, у нас был слепстрим, и на этой самой-самой длинной прямой, которую я так сильно люблю на этой трассе, в таком вот дрэк-заезде мы просто его объезжаем, как стоячего, без каких-то намеков на борьбу. А следующим нашим соперником становится Лэнс Строл, который находится в 3,5 секундах от нас, и его догнать будет уже не так просто, по крайней мере на этом отрезке гонки, и мы в общем-то устремляемся в погоню за Стролом. К 11 кругу, когда нам уже пора заезжать в боксы, мы сумели сократить со Стролом за 3 круга всего лишь секунду, но пришло время нам заезжать в боксы, а Лэнс Строл не поехал. То есть у нас была некоторая такая попытка андерката, однако андеркатнуть его в полном понимании этого слова нам таки не удалось, он выехал чуть-чуть впереди нас, однако прям совсем вплотную. Из хороших новостей было то, что Строл был на медиуме, а значит мы можем его пройти, плюс было понятно, что он на тактике двух пидстопов, софт, медиум, медиум, то есть два отрезка, которые у нас идут на софте 2 и 3 по 11 кругов, фон 22 круга, эти поедут на одном медиуме, впереди у нас Рикьярда и он поступает точно так же, следовательно нам нужно как можно быстрее их обоих пройти и как можно больше от них оторваться, чтобы к моменту нашего третьего пита оказаться впереди них. Из Тролу соответственно мы уже ринулись атаковать на самой первой прямой, на более мягких шинах у меня лучший выход, у него нет крыла, у меня есть крыло, плюс все кнопочки тут как стоячего, как с оконом, буквально та же самая ситуация, Мерседес не едет и все дела. Один из самых простых обгонов, который только можно было придумать и в общем-то мы летим за Рикьярда. Заехать в секунду к Рикьярде мне удалось за 5 кругов и на 18 круге я уже был по сути дела близок к тому, чтобы начать его атаковать. И вот первая попытка, когда мы собираемся выезжать на эту самую нашу любимую прямую, как видите у меня зеленая сектора, значит я еду быстрее чем ехал раньше, то есть я постоянно улучшаю свое время, темп есть, все хорошо, однако Дэн видимо тоже включает все свои кнопочки и уезжает от нас, он тоже взвинчивает темп и очень сильно не хочет, чтобы я его проходил. Но так как я был на более мягких шинах, рано или поздно обгон должен был случиться, однако он увы случился поздно, ежели рано, только на 22 круге, уже на старт-финишной прямой, может быть у него закончился ЕРС, может быть у него закончилась обогащенка, может быть еще что-то у него случилось, но именно на старт-финишной прямой мне удалось на входе именно вот в улитку, по внутреннему радиусу туда залететь и как-то обойти Дэна. Очень много времени было на него потрачено, я 4 круга за ним просто ехал в темпе, не мог пройти и к концу гонки вы поймете, что это сыграло очень большую роль. На 22 круге мы совершили свой питстоп, переобувшись опять в свежий комплект и поехали опять догонять в тех, кто на медиумах, а не на изношенных медиумах, а у нас свежий софт, супер быстрый. И здесь при выходе напрямую я даже чуть-чуть подтолкнул переса, благо крыло я никак не повредил. И соответственно в этом самом драгозаезде мы очередной верх одерживаем над двигателем Мерседес, над розовым Мерседесом и устремляемся опять в погоню за Квятом. С Квятом церемониться тоже долго не пришлось, на следующем же круге свежий софт показал, кто в доме хозяин и две хонды на одной прямой. Соревновались колесо в колесо, я даже обогащеночку не подключал на самом деле, потому что не сильно-то и надо было. Квят оттормаживался чуть раньше не я, и я за счет более позднего торможения просто первым вошел в этот поворот уже. И соответственно у нас была отыграна плюс одна позиция, а в шести с половиной секунды впереди от нас был Фетель. И так как Фетель там боролся со Стролом и в какой-то момент, насколько я помню, он даже его прошел, я довольно-таки быстро сократил разрыв до этой парочки, но на тридцатом круге случилось то, чего я боялся. Износ коробки передач дал о себе знать, и мы лишились четвертой передачи. То есть у нас была третья, и потом после третьей переключалась на пятую. На торможениях это вообще никак не влияло, а вот на разгонах, это знаете ли, была очень плохая новость. Плюс во втором секторе, восьмой или девятый поворот, восьмой по-моему, проходится именно на четвертой передаче. Но несмотря на все это, за счет того, что проходила борьба у впереди идущих, я все равно каким-то образом к ним приближался, даже без этой сраной четвертой передачи. На тридцать первом круге, точнее на подъезду к тридцать первому кругу, Феттель проходит строла. Нам тоже нужно проходить строла, а еще желательно перед пидстопом, который у нас будет на тридцать третьем круге, пройти еще и Феттеля. И на подъезде к этой нашей любимой прямой мы вдруг догнали Латифи. Феттель успел его пройти до выезда напрямую, а мы же со стролом получили от него дрейсик. Хотя он и так был бы у нас от Феттеля. И соответственно здесь вот обгон кругового и на выходе, даже несмотря на отсутствие этой самой четвертой передачи, которая так мешает на разгоне, еще до зоны открытия крыла, вот так вот между ними я пролез и прошел строла. Нужно было еще пройти Феттеля, у нас было на это два круга. Без четвертой передачи было это сделать прям очень сложно. К тридцать третьему кругу нам, кстати, уже вернулась эта самая четвертая передача. И я тут ринулся в атаку на Феттеля опять-таки напрямой. Он правда довольно-таки некрасиво крылся, но оставил мне внешнюю траекторию. Я немножко подошибся на торможении и на выезде мы устроили дрэк заезд. И все бы ничего, но мне-то в боксы, а если ему нет, то он будет меня атаковать, но нет, он тоже заезжает в боксы, а я промахиваюсь на торможении. Слишком сильно я был этим занят. И да, здравствуй стена, здравствуй флэшбек. Да, мы не использовали флэшбеков во Вьетнаме. И, как я уже говорил, у нас накопительная система, и поэтому вроде как их 7 штук накопилось уже к Китаю. Типа неиспользованная переносится на гонку. Вообще 3 на гонку у меня изначально дается. Но, короче, я повторил этот маневр и в данном случае я успел обойти Феттеля. То есть на пяты мы заезжаем впереди него. Он переобувается в медиум, я переобиваюсь в медиум. Мы в абсолютно равных условиях едем до финиша, и вот сейчас начнется настоящее дерьмо. Но вообще, выезжая из боксов, меня интересовал в первую очередь Даниэль Рикьярдо. Он был в 6,5 секундах от нас, он ехал очень быстро, и забегая вперед, наверное, стоит отметить, что он был быстрее нас. То есть на одинаковых комплектах он на первом отрезке от нас отрывался, и он на последнем отрезке от нас отрывался. Второй и третий отрезок мы могли пройти быстрее, чем Рикьярдо за счет стратегии. Единственное, что сыграло с нами злую шутку, это то, что мы около 4-5 кругов не могли его пройти, мы за ним застряли в трафике. И по сути дела, если бы мы его тогда быстро прошли, если бы мы дальше не тратили время, возможно, мы бы успели его пройти на этом отрезке. И возможно, мы бы выехали впереди него. Из боксов, точнее, первые туда заехали, и возможно, первые бы тогда выехали. И вполне возможно, отобрали бы у него эту позицию, и смогли бы его сдержать, даже несмотря на то, что он быстрее был, чем мы. Но, увы, это все, если бы докобы, иногда дерьмо случается, у нас сейчас были абсолютно другие проблемы. Я-то на тот момент не знал еще, то, что Рикьярдо будет настолько быстрее нас, что мы не сможем вообще никак его обходить. А сзади-то меня жестко прессинговал Себастьян Феттель. У меня изначально была мысль просто пустить его вперед, сесть к нему в крыло, и чтобы он привез к нас к Рикьярдо. И таким образом мы сможем его обойти, и побороться за шестую позицию. Квят там побывал в боксах, то есть мы раньше, чем он заезжали, он нам не соперник, это все неинтересно. У нас сейчас идет борьба за шестое место. По сути дела, была бы борьба. Но ее по факту не было, Рикьярдо просто тупо уехал вперед, и больше мы его в этой гонке не видели. У нас началось дерьмо с Феттелем. Начиная с 33-го круга, Феттель пытался нас атаковать изо всех сил, и лез просто в каждом повороте. Это было очень потно. Абсолютно в каждом повороте он пытался, искал лазеечки, но приходилось закрываться везде напрямую, приходилось сжечь весь излишек топлива. Его приходилось сжечь намного быстрее, чем это планировалось на начало гонки. И, соответственно, расход ресурсов был быстрее, чем хотелось бы. Вся надежда была лишь на то, что у Феттеля перегреется мотор, потому что он в слепстриме, плюс расход шин у него тоже больше в слепстриме. Если кто не знает, не шарит в аэродинамике, у него расход шин из-за того, что он едет сзади в грязном воздухе, намного сильнее, чем у нас. И эти самые ресурсы потиху у нас заканчивались, надо было меньше жесть топлива как-то, потому что мы и так точно не протянули бы оставшиеся 17. Да, нам еще 17 кругов ехать. Я на самом деле и так был в шоке, как нам удавалось сдерживать Феттеля на Феррари на протяжении 6 кругов. Это было просто что-то с чем-то. Но вечно это продолжаться не могло. На 39 круге он прожал все кнопочки и ринулся в атаку, и прошел нас просто в том месте, в котором мы обычно всех проходим. Но как вы знаете, или не знаете, на старт-финишной прямой тоже есть зона ДРС, и я был очень близок к Феттелю. Соответственно, попав в крыло, опять-таки прожав все кнопки, но здесь уже прям надо было его обратно проходить, потому что, боже мой, мы не каждый день боремся за седьмую позицию, и в Занварде, скорее всего, такого точно не бывает. Мы, в общем-то, в улитке, опять пробуем отыграть эту самую позицию, обратно седьмую, и у нас это получается. Но вы же сами понимаете, на этом еще ничего не закончено, Феттель не сдастся. Десять кругов я возил Феттеля за собой, сжигая полностью все излишки топлива, ЕРС, благо, еще не так страшно уходил, как могло бы быть, но рано или поздно топливо должно было закончиться, мы уже перешли на необогащенку, местами пришлось ее подключать, и здесь Феттель попробовал нас атаковать прямо в середине трассы, я промахнулся с торможением, и пропустил его вперед. Он оказался в полусекунде от меня, машина у меня была настроена не на второй сектор, она была настроена на прямые, и во втором секторе он от меня просто тупо уехал. В итоге на выходе напрямую отрыв был уже больше секунды, мы лишились ДРСа, но боже, мы его 17 кругов возили за собой, это было круто. До конца гонки у нас оставалось всего лишь 6 кругов проехать, тут честно говоря, стало понятно, что ничего из этого не выйдет, правда напрямую я еще попробовал подключить тоже и обогащенку, и полностью прожать ЕРС, мы поняли, что мы нихрена не догоняем Фетеля, атаковать его нам уже не получится. В общем-то я бросил всю эту затею, и основной целью стало просто доехать до финиша, потому что строл в принципе не приближался, а даже если приближался, то не быстро, и за 5 кругов отыграть 7,5 секунд у него точно не получилось бы. А я между тем еще поставил лучший третий сектор из всех, то есть настолько у нас быстрая машина напрямой, потому что третий сектор, это по сути дела прямая, и последний вот этот вот поворотик. И да, мы его прошли быстрее, чем все, быстрее, чем Хэмилтон, чем Ферстаппин, чем Мерседес, и чем Рэдбула, мы самые быстрые были на третьем секторе. Правда, всего лишь один круг, одно мгновение, когда... Да. На последних кругах, потеряв такую цель, что ли, я словил некоторую дизмораль, очень сильно у меня упал темп, я не пытался атаковать, надо было просто довести машину до финиша. Правда, под конец пришла идейка поднакопить обогащенку, и просто попытаться поставить самый быстрый круг. В принципе, наш соперник Грожан, он выбыл из гонки, и лучший круг у него был и то на секунду медленнее, чем у меня, по-моему, 38,5, я точно не помню. Ну, в общем-то, для себя захотелось поставить быстрый круг, я проехал круг на обогащенке, там строл, немыслимо сократил между нами отрыв, а последний круг уже самый, я просто вжарил. Вжарил настолько, насколько позволяла машина, и, в принципе, я круг улучшил. Не на лучший круг, но это все равно было одно из таких относительно топовых времен, которые ставили гонщики на этой трассе, мы пересекаем финишную черту, и мы, друзья, на восьмом месте в очередной раз, да, была возможность побороться за седьмое, если бы до кабы. У меня были довольно смешанные чувства от этой гонки, хотелось, хотелось заехать повыше, хотя восьмое место для нашей машины, это тоже вполне себе неплохой результат. По результатам заезда мы занимаем восьмое место, забираем четыре очка, также износ коробки передач у нас достиг, можно сочетать пикового значения, следующую гонку она точно не переживет, поэтому на следующую гонку мы ставим себе новую коробку передач, так как это будет только пятый этап, а не седьмой, то, соответственно, мы получаем уже заведомо штраф пять позиций на стартовой решетке. Ах да, итоговая турнирная таблица, мы занимаем десятую строчку по истечению трех гонок, четырех, четырех гонок, да. У нас девять очков, переди нас Макларены и Рик Ярда, ну и, разумеется, с топовой командой, не знаю, удастся ли нам побороться с Макларенами и Рик Ярда, видите, Макларенов мы оставили далеко позади в этой гонке, но как будет дальше, никому неизвестно. Рик Ярда улетел вперед, у него вообще уже дохрена очков, короче, все грустно. Ну и впереди, друзья, нас ждет Голландия, Зандвард, интереснейший трек, сложный, семьдесят два круга, он короткий, и сейчас вы можете увидеть, скажем так, круг в моем исполнении на Макларене, с видом от крыла, и насладиться всеми этими замечательными виражами, потому что он, ну он сложный, да, с этим ничего не поделалось, я очень долго в него вкатывался, я очень много кругов уже на нем проехал, я все еще продолжаю тренироваться, чтобы более-менее хорошо выступить в самой гонке, и поэтому, друзья, наверное, квалификация уже прошла, то есть она уже была, вы ее уже видели, а гонки, наверное, еще не было, поэтому приходите, скорее всего, в пятницу вечером, она состоится на прямой трансляции, как обычно, после гоночки мы замутим очередной такой вот обзорчик, от вас же я попрошу лайкусик, комментарий какой-нибудь, сказать, что нравится, что не нравится, стоит ли продолжать делать такие обзоры, я понимаю, что довольно-таки мало людей смотрит все это дело, но давайте пробовать продвигать все это дело, чтобы YouTube понимал, что все хорошо, на этом, друзья, у меня все, с вами был Никита Дилай, всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем всего доброго, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»